Монокомпонентные пробиотики Глубоко уважаемый президиум, здравствуйте дорогие коллеги и позвольте проговорить с вами место монокомпонентных пробиотиков терапии синдрома раздраженного кишечника Сначала я просто напомню отличие Рима 4 от римского консенсуса 3 пересмотра В римских критериях 3 пересмотра определение функциональных гастроинтестинальных расстройств отражало в первую очередь отсутствие структурных болезней Теперь же определение функциональных гастроинтестинальных расстройств отражает расстройство функционирования желудочно-кишечного тракта по оси желудочно-кишечный тракт мозг Функциональные расстройства классифицируются по наличию гастроинтестинальных симптомов которые могут быть обусловлены любой комбинацией из ниже следующего Это расстройство моторики, висцеральная гиперчувствительность Повреждение слизистой иммунной функции Повреждение процессов центральной нервной системы Которая в основном базируется, конечно, на поврежденной микробиотике шейчника Почему? Потому что благодаря своей метаболической функции она принимает участие в обеспечении всех вот тех вышеперечисленных компонентов И это в большей степени сейчас согласуется с нашим развивающимся пониманием с множеством патофизиологических процессов которые в частности или в целом определяют симптомы И если посмотреть на рубрику кишечных расстройств открывает ее синдром раздраженного кишечника Как не только наиболее, наверное, изученная со стороны патогенезонзологическая форма Ну и, конечно же, в связи с высокой распространенностью ее Так как фактически 15-20% населения всего земного шара страдают из РК И посмотрите, это, как правило, люди самого трудоспособного возраста И еще до ковидной эпохи постинфекционный СРК составлял, ну, самым минимум 9% из всех случаев СРК Причем разброс колебался от 4 до 36% В зависимости от того этиологического возбудителя Представлено либо вирусным, либо бактериальным агентом Сейчас цифры, наверное, значительно увеличатся Я напомню диагностические критерии синдрома раздраженного кишечника Которые включают рецидивирующую абдоминальную боль В среднем как минимум 1 день в неделю за последние 3 месяца Ассоциированы с двумя или более следующими симптомами Она обязательно должна быть связана с дефекацией И ассоциирована с изменением частоты или формы стула При этом критерии правомочны при условии их наличия В течение последних 3 месяцев И начала симптомов не менее 6 месяцев назад Когда принимался римский консенсус 4 пересмотра В 2016 году еще не была выделена Вот эта патогенетическая форма постинфекционного СРК И только согласно отчету рабочей группы Римского фонда В 2019 году были выработаны как раз и опубликованы критерии диагностики И тактики ведения этих пациентов И согласно рабочей группе отчеты рабочей группы Постинфекционный СРК характеризуется манифестацией заболевания После эпизода инфекционного заболевания у лиц Которые не страдали СРК ранее Какие же его диагностические критерии? Те же самые как в общем у СРК Но только диагноз постинфекционный СРК Ставится не ранее чем через 6 месяцев После начала симптоматики Кроме этого развитие симптомов следует сразу же После разрешения острого инфекционного гастроэнтерита И инфекционный гастроэнтерит должен быть подтвержден Выявлением возбудителя у пациента с симптомами Или наличием двух или более признаков Из следующих острых симптомов Когда культура недоступна Лихорадка, ревота, диарея И еще раз все-таки повторюсь Что эти пациенты не должны соответствовать критериям СРК До начала заболевания Какая же концептуальная модель Именно синдрома раздраженного кишечника И его отличие от функционального запора Функционального метеоризма Функциональной диареи Это же, конечно, боль Боль в животе, связанная с дефекацией В ассоциации с нарушением кишечной привычки И эту боль формирует триада Конечно же, это и нарушенная моторика Это спазм И, конечно же, висцеральная гиперчувствительность И, как правило, когда мы лечим этих пациентов Вот эта подводная часть айсберга Висцеральная гиперчувствительность Должна минимизироваться на фоне наших терапевтических воздействий И механизмы формирования висцеральной гиперчувствительности Складываются из двух основных моментов Первое – это центральные механизмы Это аномальное гипербдительное функционирование Центральной нервной системы На фоне повторяющегося стресса И вот эти как раз пациенты Это, в принципе, где-то 20-25% С доминированием этого механизма Требуют назначения, соответственно Трициклических антидепрессантов Или ингибиторов обратного захвата серотонина А вот как раз периферические механизмы Сенсибилизации рецепторов слизистой оболочки Толстой кишки Следствие воспаления Она как раз более удобна Для нашего терапевтического воздействия Которое включает препараты Воздействующие на микробиоту И вот из-за этих двух разных как бы механизмов Посмотрите, насколько гетерогенна Группа пациентов СРК С наличием и по характеру выраженности воспаления У кого-то воспаления нет И доминируют центральные механизмы А у кого-то оно носит Субклинический характер И далее более может выраженной Интенсивность у этих пациентов Поэтому, конечно же, синдром раздраженного кишечника Это многокомпонентная Патофизиологическая, можно сказать, модель И, конечно же, мы понимаем, что в развитии СРК Значительную роль играют различные факторы Включая генетические особенности Это и дисфункция пищеварительного тракта И висцеральная гиперчувствительность И изменение микробиоты Вследствие каких-то минорных воздействий Или перенесенной инфекции И, конечно же, последние исследования Как раз показывают Что с микробиологической точки зрения Состав микробиоты у пациентов с СРК Отличается от пациентов здоровых И есть вариации в различии состава микробиоты У пациентов с разными типами Синдрома раздраженного кишечника С запором, с диареей, смешанного Не классифицировано Но при этом есть одна уникальная особенность Что если лактобацилы могут как раз Иметь разные направленности изменений То у всех пациентов с СРК Отмечается резкое снижение бифидобактерий Что же следует еще дальше за этим дисбиозом Которые приводят к повышенной проницаемости кишечника Приводят к воспалению Все это сопровождается повышенным уровнем Провоспалительных цитокинов Вся эта повышенная проницаемость Конечно же и воспаление характера Его влияют на интенсивность И степень восприятия боли И конечно же мы знаем Что эти пациенты с СРК Имеют разный характер изменений Вот этого ощущения боли Кто-то может ощущать боль Фактически на неболевой стимул У кого-то снижается порог восприятия боли И так далее Поэтому конечно же эта составляющая Тоже очень сильно влияет на клиническую характеристику Этих пациентов Ну и вот эта ось микробиота Кишечник мозга Потому что опять же посредством выработки Различных нейротоксинов И других нейромедиаторов Которые за счет повышенного кишечного барьера Могут влиять на центральную нервную систему При этом усугубляется Эта вся составляющая стрессом Соответственно замыкается Вот этот пороченный круг Где дисбиоз влечет развитие различных звеньев процесса Которые в свою очередь возвращаются И усугубляют изменения микробиота У этих пациентов Поэтому предполагаемая схема Патогенеза СРК На настоящий момент выглядит вот таким вот образом Базируется она как раз на измененной микробиоте Вследствие дисбиозы или кишечной инфекции С увеличением кишечной проницаемости Развития воспаления Но естественно при данном определенном генетическом статусе Это полиморфизм генов интерлекина И других компонентов Снижение нацептивных порогов Интеральной и центральной нервной систем Естественно на фоне повторяющегося стресса Тревоги и депрессии И таким образом мы конечно же понимаем Все точки приложения На которые должны быть направлены Наши терапевтические мероприятия Но как в Риме 4 Так и в Риме 3 Который явился как бы начальником нового консенсуса Все равно рекомендован Симптоматический подход к лечению И в этой ситуации Можно проговорить момент Есть ли какие-то особенности О ведении пациента с постинфекционным СРК Но вернусь опять же К отчету рабочей группы Римского консенсуса Который прогласил Что специфических вариантов лечения Постинфекционного СРК Не существует И лечение должно проводиться В соответствии с руководствами По лечению СРК в целом А мы помним, что глобально на боль Мы можем действовать Миотропными спазмолитиками Или трициклическими антидепрессантами Или ингибиторами обратного захвата серотонина Соответственно воздействовать на запор Или диарею Мы можем использованием И соответственно слабительных препаратах Диарейная форма Это подразумевает применение рефоксимина И обязательно добавляются По согласно римскому консенсусу Четвертого пересмотра Пробиотики Которые указаны только в рамках Диарейного СРК Но могут, как вы видите здесь И быть использованы Еще и при метеоризме Соответственно Что же такое пробиотики И зачем мы их используем Почему так важно Корректировать состояние микробиоты Потому что восстановление нормального состава Кишечные микробиоты И восстановление слизистого кишечного барьера Это чисто сопряженные процессы Поскольку нормальная кишечная микробиота Ассоциирована с эпителием кишечника И вместо пробиотиков Согласно рекомендации Всемирной гастроэнтерологической ассоциации Пробиотики Это живые микроорганизмы Которые при введении В адекватных количествах Оказывают положительное влияние На состояние здоровья хозяина Но обязательно в составе пробиотиков Должен быть указан Не только род, вид микроорганизма Но обязательно и штамм Почему? Потому что использование обозначения штаммов Служит как раз доказательству Эффективности именно этого пробиотика С наличием в нем Специфического штамма В эффективной дозировке И конечно мы знаем Что наиболее часто Используемые рода микроорганизмов Для пробиотиков Являются бифидобактерии Молоктобацилы Есть и другие Самоэлиминирующиеся микроорганизмы Не патогенные для человека Но все-таки мы в данной ситуации Остановимся на традиционных пробиотиков И на тех пробиотиков Которые показали положительные эффекты На состояние здоровья В контролируемых клинических исследованиях На человеке Напомню, что пробиотики Могут быть монокомпонентные Содержать микроорганизмы одного вида Поликомпонентные содержать микроорганизмы Нескольких видов Сорбированные То есть фиксированные на сорбенте И комбинированные Содержащие микроорганизмы Одного или нескольких видов Вместе с компонентами питательной следы Или лизоцин Мы их называем синбиотики И метаболические Которые ушли в класс В совершенно отдельный В класс метабиотиков Каким же свойством должен Соответствовать пробиотический препарат Он должен содержать те штаммы Которые нужны для решения задач Восстановления нормальной иерархической структуры Доминирования видов То есть иметь в составе бифида Или лактобацилла Способен оставаться жизнеспособным При вхождении через различные среды Агрессивные среды Желудочно-кишечного тракта Он должен способен Колонизировать И тот или иной биотоп На время его использования За счет Не высочайшую адгезию К слизистой оболочке Органа биотопа Он должен синтезировать Антимикробные вещества Доказанная Обязательно должна быть Безопасность применения у человека Он должен содержать В капсуле, в саше В другой какой-то форме Не менее миллиарда бактериальных клеток Быть стабильным при хранении В обычных условиях И обязательно Еще раз повторюсь Иметь клиническую Доказанную Соответственно пользу Для здоровья Подтвержденную В рамках рандомизируемых Клинических исследований Но есть Несмотря на дальнейшее Использование Этого класса И нерешенные вопросы Особенно При использовании Многокомпонентных Поликомпонентных Пробиотиков А именно В частности Одна такая ситуация Как определить Синергетические Антагонистические Комбинации Пробиотиков Не только In vitro Но и In viva И поэтому Конечно же Мир переходит К поиску Других направлений Вот я уже Затронула Класс Метабиотики Это на основе Препараты На основе Микробных метаболитов Но Пробиотики Не исчезнут Из нашей практики И мы уходим Теперь От концепции Пробиотик Для всего К концепции Пробиотик Для И вот в этой ситуации Монокомпонентные Пробиотики Действительно Имеют свою Такую целевую Аудиторию И в частности Могут Применяться У пациентов Именно с Синдромом Раздраженного Кишечника Как пробиотик Созданный Для этой Группы пациентов Напомню Что бифидобактерии При всех Вариантах СРК Значительно Снижены В микробиоте И поэтому Конечно же Вот это Целевое Воздействие Именно Пробиотическим Препаратам Это Важная Цель Терапии И важная Часть терапии Пациентов Синдромом Раздраженного Кишечника Почему Потому что С одной Страны Это Неотлеемлемая Часть Патогенеза СРК И назначение Пробиотиков С доказанной Эффективностью И отвечающим Современным Требованиям Это основанная Стратегия Оптимизации Лечения Пациентов С СРК И клиническая Эффективность Пробиотиков При СРК Должна быть Обеспечена Конечно же На основании Вот этой Специфичности Входящих Штаммов В состав Пробиотика Этой Нозологической Форме Должном Количестве Колонии Образующих Единиц Оптимальной Формы Выпуска Для доставки Пробиотических Клеток В толстую Кишку И конечно же Клинические Исследования И опять же Вернусь К рекомендациям Всемирной Гастроэнтерологической Ассоциации Для пациентов С синдромом Раздраженного Кишечника Кроме Хорошо Известных Сахаромицит Буларди Нам рекомендуется Использовать Бифидобактериум Инфантис 356 24 Бифидобактериум Инфантис И бифидобактериум Лонгум Совершенно Тождественные И это Было Установлено После Секвенирования И сравнения Полного Генома Бактерий Рода Бифидобактериум И как раз Было Показано Что Бифидобактериум Лонгум Таншидественен Бифидобактериум Инфантис 356 24 Почему же Такое Загадочное Название Штаммов И вот Этот Натуральный Как раз Бактериальный Штамм Был Выделен Из Терминального Отдела Подвздошной Кишки Здоровой 70-летней Женщине И поскольку Эта женщина Была Субъектом Под номером 356 В исследовании Проведенном Компания Разработчиком А выбранный Изолят Был 24 Штамм Получил Номер 356 24 И единственный Препарат Который у нас Есть в России С этим Уникальным Штаммом Это Тальфлорекс Он Соответствует Всем критериям Предъявляемым Пробиотическим Средством И его Эффективность Использована Подтверждена Большим Количеством Научных Публикаций И 15-летним Стажем Исследованием Института Микробиоты Центра Алиментарной Фармабиотики Являющийся Одним Из ведущих Институтов Мира В области Здоровья Пищеварительного Тракта И неоднократно Проведенные Исследования Показали Вот например Это исследование Махони Которое Показало Как раз Снижение Симптоматики Выраженности Клинических Симптомов У пациентов СРК По сравнению Не только С пустышкой Но и с другими Штаммами Микроорганизмов И еще Было В этом же Исследовании Показано Нормализация Цитокинового Профиля У пациентов Синдрома Раздраженного Кишечника После применения Бифидом Бактериум Лонгум 356-24 Соотношение Интерлекина 10-12 Приближалось К уровню Наблюдашуюся У здоровых Добровольцев Еще одно Прекрасное Исследование Которое Уже Более Можно сказать Четко Оценивало Клиническую Картину По 15 Бальной Шкале Как раз Также Показало Высокую Активность Этого Препарата В купировании Не только Клинических Симптомов В частности Боли Но посмотрите И коррекцию Вот этой Подводной Части Айсберга Уменьшение Висцеральной Гиперчувствительности И поэтому Этот препарат Был также Рекомендован И Российской Гастроэнтерологической Ассоциацией В лечении Пациентов Синдрома Раздраженного Кишечника И еще Буквально Два слова Это 19 Рандомизируемых Контролируемых Исследований На пациентах Синдромах Раздраженного Кишечника Которые Все Показали Что после 30-ти Дневного Применения Значительно Снижается Тяжесть Выраженности СРК Улучшается Качество Жизни И Соответственно Эти пациенты Отметили Удовлетворенность Лечением И Уникальный Пробиотик Действительно Бифидобактериум Лонгум 356 24 Рекомендован И Всемирной Гастроэнтерологической Ассоциацией Гастроэнтерологов Как мы сказали И нашей Российской Гастроэнтерологической Ассоциацией И Эта Эффективность Действительно Привязана К этому Уникальному Штамму Поэтому Альфлорекс Это Баланс Кишечники Одна капсула В день Одна упаковка На курс Не требует Хранения В холодильнике И Оказывает Комплексную Помощь Кишечнику Спасибо за внимание